Добро пожаловать в обзор Чемпиона. Мы расскажем о Браун, сердце Фрель-Йорда. Если вдруг не справишься, расскажи мне, каково это? Браун — герой Фрель-Йорда, силач, совершивший множество самоотверженных подвигов. Когда-то он был простым пастухом. Однажды он нашел зачарованную дверь и превратил ее в щит, который невозможно разрушить. В игре Браун играет роль танка и поддержки, защищая союзников от вражеских атак и нейтрализуя врагов сильными умениями контроля. Мама всегда говорила, мал золотник да дорог. При каждой атаке Браун накладывает на врага эффект оглушающих ударов. Четвертый удар наносит дополнительный магический урон и оглушает соперника. После этого цель ненадолго становится невосприимчивой к оглушающим ударам. Здесь надо отметить две вещи. Во-первых, союзники Браума могут помочь ему своими автоатаками и умениями. Во-вторых, Браум может накладывать оглушающие удары на нескольких врагов сразу. Первое умение Браума — укус зимы. Браум бьет по своему щиту, стряхивая лед, который летит вперед и наносит урон первому врагу на пути, замедляя его. Укус зимы также накладывает оглушающие удары, что позволяет останавливать врагов на расстоянии. Укус зимы очень важен для достижения превосходства на линии. Поражайте врагов издалека, чтобы дать стрелку возможность нанести тонны урона. Второе умение Браума — прячься за меня. Целью этого умения могут быть только союзники. Браум прыгает к союзному чемпиону или миньону, и они оба получают дополнительную броню и сопротивление магии. Браум автоматически встанет между своей целью и ближайшим вражеским чемпионом, заблокировав выстрел своим отлично сложенным телом. Серьезно? Гляньте, какие мышцы! Используйте «Прячься за меня», когда окажетесь разделены союзниками. Умение позволяет прыгать через препятствия, так что сможете сократить путь и одновременно усилить защиту товарища. Третье умение Браума — «Неуязвимый» — его визитная карточка. После его активации Браум на несколько секунд поднимает щит, блокируя весь урон от первой входящей атаки или умения. Пока щит поднят, урон с этого направления уменьшается на некоторый процент. Самая важная часть «Неуязвимого» — его способность перехватывать все выстрелы, даже если они нацелены на союзника за спиной Браума. Так Браум может принять на себя урон и эффекты контроля, спасая Камару. Есть одна важная деталь — «Неуязвимый» перехватывает только выстрелы и не действует против других умений. Однако он уменьшает любые повреждения, если их источник находится по другую сторону щита. К примеру, если щит прикрывает Браума от эпицентра Душащих Терний, то ему будет нанесен уменьшенный урон, а вот Тима получит по полной. Поднятый щит не мешает Брауму пользоваться умениями и слегка ускоряет его. Щит всегда направлен в одну сторону, независимо от перемещений. Наконец, хоть «Неуязвимый» и «Мега Крут», он не может спасти Браума от башен и чистого урона. Неуязвимый может спасти союзников от многих, бьющих по площади умений. Правильно выбирайте время его использования, чтобы заблокировать мощные атаки. Абсолютное умение Браума — «Ледниковый разлом». Браум бьет щитом по земле, создавая огромную волну, которая подбрасывает врагов вверх, наносит урон и замедляет их. Враги рядом с Браумом взлетают гораздо выше, чем те, кто стоит в отдалении. Если же вблизи нет ни одного чемпиона, то высоко взлетает первый чемпион, попавший в зону поражения волны. «Ледниковый разлом» создает большую обледеневшую зону, замедляющую врагов. «Разлом» отлично помогает сбежать от схватки. «Лед» — очень эффективное препятствие для врагов, особенно на узких лесных тропинках. Браум сам выбирает свою судьбу. Из всех его умений «Прячься за меня» является самым гибким, создающим интересные возможности как в защите, так и в нападении. Рассмотрим пару приемов, которые вам придется освоить, чтобы заслужить право носить усы, как у Браума. Первый — спасение союзника. Определите, с какого направления ожидается самый большой урон. Прыгните, чтобы закрыть союзника своим телом, и используйте неуязвимый, чтобы избежать урона. Это ваш основной защитный прием, он требует отличной реакции. Если же вы участвуете в преследовании или играете агрессивно, «Прячься за меня» поможет догнать врага. Выберите ближайшего к врагу союзника, прыгните к нему и замедлите противника укусом зимы. Рывок перемещает вас на одну линию с врагом, так что прицеливаться направленным ударом будет несложно. Кроме того, прыжки к миньонам позволяют создавать интересные ситуации на линии. Наконец, если один из товарищей окружен вражескими чемпионами, Браум может спасти ему жизнь. «Прячься за меня» перенесет его в центр схватки, а «Ледниковый разлом» подбросит и замедлит всех вокруг. Это даст вам шанс убежать или дождаться помощи союзникам. Играя на линии, Браум должен постоянно искать возможность наложить оглушающие удары. Поразив Жанну укусом зимы, он дал Квин возможность продолжить и добить ее с помощью дополнительного урона и оглушения. Переключившись на Вейн, Браум успел наложить оглушающие удары посредством Кью и автоатак, убив ее прежде, чем она успела добить Квин. Браум — настоящее спасение для союзников, угодивших в засаду лесника. Увидев, что на Квин напали, он тут же кидается к ней, усиливая защиту и помогая пережить атаки Пантеона и Вейн. Обратите внимание, что Браум остается позади Квин во время действия Неуязвимого, принимая на себя все атаки и заставляя Вейн стрелять в него во время отхода. Неуязвимый полностью блокирует урон от первой входящей атаки или заклинания. Выбрав правильный момент, вы можете лишить оппонента самого сильного козыря. Здесь Браум блокирует золотую карту и выживает благодаря снижению урона. Брауму лучше всегда держаться рядом с союзниками. Как только появляется Твич, Браум становится перед своим стрелком, не только перехватывая атаки маленькой крысы, но и нанося врагам урон ледниковым разломом. Не пытаясь добить убегающих, Браум остается с Изреалем, накладывая оглушающие удары на все цели последнего. Играя за Браума, старайтесь не столько кидаться на врага, сколько сохранять жизнь самым хрупким товарищам. Быстрая перезарядка «Прячься за меня» позволяет Брауму быстро перемещаться между союзниками, помогая им в бою. Здесь Браум оказывается в окружении, стараясь защитить Гаррена. Использовав «Прячься за меня», он прыгает к мисс Фортуне, после чего жертвует собой, обеспечивая мисс «тройное убийство». Настоящий Браум храбро бросается навстречу опасности, защищая друзей. Неуязвимый, применённый в нужный момент, может прикрыть товарища от тонны урона. Правильно выбрав позицию, Браум превращает смертельную комбинацию умений в лёгкую помеху, практически в одиночку, меняя ход битвы. Большому сердцу Браума нужна защита. Сосредоточьтесь на здоровье, броне и сопротивлении магии. Также вам пригодится стойкость, так как Брауму приходится перехватывать эффекты контроля предназначенной команде. Добавьте сюда ускоренную перезарядку, чтобы чаще пользоваться собственными умениями контроля, и вы получите тяжёлого бойца, способного и друга защитить, и медведя при случае заболеть. Спасибо, что посмотрели наш обзор Чемпиона. Подписывайтесь на канал Riot Games на YouTube и оставляйте свои комментарии прямо под этим роликом. Тренируйся, малыш, и однажды станешь сильным, как младенец. Продолжение следует...